Так, пироги, братики, сестрички. Так как стрим всё-таки вышел не очень, потому что я рассчитывал на одно приложение, а пришлось работать через другое незнакомое, то бонусиком сегодня отдельно поговорим о возврате героя. Я его вчера жмякнул. Ну как жмякнул? Просто так зашёл я на жреца. Просто так. У меня есть жрец, который я... Сначала качал я его как пало для PvP, потом его начал качать. Дальше, чтобы посмотреть еретика, который наконец-то ввели. И посмотрим, что у нас по возврату именно. Но не по этому возврату, а именно по всем остальным ништячкам. Ладно, это нас тоже мало интересует. Возврат в Драгонесс, то есть цель возврата. Подготовка средств и логово дракона. За это всё выполнение задания мы сможем поднять магматический сет. То есть полностью его можно собрать. Хотя его можно, наверное, и так собрать. За счёт крафта. Но это нам как бонусом дадут. Задание возврата. То есть выполняя задание мы сможем получать ништячки, а именно ключи возврата, которые можно потом обменять на какие-то товары. И будем различные билетики ледяного дракона получать. Кстати, немало их дают. Также будет сундук эс-спрайта, где можно выбить эс-спрайта. Это фиолетовый спрайт. Ну как бы, ну не ок на самом деле. А вот по гербам на самом деле, вот по гербам тут уже неплохо идёт. То есть нам именно дают на 140-ой сначала 5 мешочков, потом 7 мешочков, потом 10 мешочков, где можно, могут выпасть действительно грамотные гербы с тремя навыками. И фиолетовые. И гербы-загадки. И по сути здесь вообще херню сделать. Так, и про обучение дракона рун. Тут уже будут нам падать фрагменты на апгрейд шмоток дракона рун. То есть их падает тоже, как вы видите, довольно много. Это у нас что касается задания возврата. Подарок возврата. 5 дней нужно каждый день входить, и будут нам давать ништячки. За первый день нам дали роскошный пак редкой экипировки ледяного дракона. Полное говно, я вам сразу, ребят, скажу. Это полное дерьмище. То есть шмот вообще ни о чёмный. Ну да, на БМ, но не более. То есть шалабадень та ещё. Так, за третий день тут пак апгрейда. Это херня за четвёртый день. Ой, это тоже херня полная. За пятый день дадут нам оракул лето. Можно менять на маленький летний апокалипсис. Ну, ну, мало-то дадут, да, фиолетово? Ну, ну и чё. И таинственный магазинчик, где тут всякие нюфиги со скидосиками. Типа 10 камня очищения за 800? Да, блин, лучше Пандоры купить на эти деньги. Кстати, бестолковый магазин абсолютно. И жутко дорогой. Ну, вот, конечно, камень очистения очистки герба за 600. Скидосик, конечно, неплохой. И льготы возврата. Ну, типа, которые нам дают какие-то ништячки. Это что касается возврата в Драгонест. Также у нас будет доступно первое пополнение, которое мы делать не будем. Кстати, головной убор ангела можно, да, взять. Это, кстати, неплохо. То есть, такую прикольную шапочку. То есть, за первое пополнение все-таки на что-то рассчитывают. Для вернувшихся удвоенная награда за покупку первых семи паков. Ну, спасибо большое. Это же только мне... Только этого, мне кажется, и не хватало. И... по сути, все. Да, не так много. Дают нам за возврат. Ну, если, допустим, у вас есть какой-то обосыный твин. Как у меня, например. Вы на него давно не заходили. И тут вы такие... А, зайду-ка я поиграть. То базарное заходите, апаетесь моментально там до 135-140 уровня. Спокойненько, да. И получаете себе еще ледяной шмот. Ну, бои у меня, конечно же, стрёмные. Потому что у меня я тут ничем абсолютно не занимался. То есть, покажу, 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 что за шмот. То есть, да, ледяной шмот. Ни разу не ходивший в ледяное логово. Редкий, но обосыный. То есть, идет урон рокового удара, интеллект. Урон рокового удара, роковой удар. То есть, вообще ни о чемный. Ну, кстати, тут шестой случайный атрибут. То есть, пять, это еще куда не шло. Инта дается, да. Две инты есть. Кстати, шмот больше хрен его знает. Ну, нахила, наверное. Но шмот, мягко говоря, говно. По срокам, сколько это надо делать? Очень интересный вопрос. Потому что я очень долго не захожу на своих персонажей. Ну, имею в виду на твинков. То есть, минимум неделя, максимум, возможно, месяц. То есть, наверняка хрен знает. Но попробуйте сделать недельку. То есть, недельку не заходить, потом зайти. Если все аппать, значит, все хорошо. Либо потом уже надо будет месяц делать. В рюкзаке тоже всякого шлака полно. Это, по-моему... А, это ключик. Я просто, по-моему, несколько возвратов уже делал за этого персонажа. Ну, хочу постоянно слякаю. Делать вам возврат или нет, это решать уже вам. Если у вас больше, наверное, не знаю, 7, 8, 9 миллионов, то, наверное, смысла нет. А если у вас твинкарь, то почему бы и нет. Вот на такой позитивной нотке я сегодня заканчиваю с вами. Прощаюсь. Коцелую, целую, скучаю. И увидимся на следующих видосиках. А я пойду, наверное, в лолку порубаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok